вот и наступил первый зимний месяц и в то же время последний месяц уходящего года и несмотря на то что мы с вами уже сделали все завершающие работы в теплице убрались и подготовили сам дом к зиме прибрали в саду и на огороде все стройматериалы и инструменты все же есть еще некоторые хлопоты на участке которые нужно сделать сейчас в декабре а что это за хлопоты давайте как раз сегодня и обсудим итак начну с работ в саду и их объем напрямую зависит от того какая сейчас стоит погода и сколько выпало снега ведь именно снег это и есть природный укрывной материал который поможет растениям хорошо пережить предстоящие морозы поэтому если у вас снега мало то желательно окучить им приствольные круги деревьев кустарников и земляничных грядок для чего сразу же после снегопада нужно сгрести его холмиком с дорожек к тем же кустарникам и деревьям и утоптать его в приствольной зоне особенно это касается молодых и посаженных этой осенью саженцев кстати именно бесснежная зима она очень опасна для земляники так как ее корни расположены близко к поверхности поэтому будет лучше укрыть грядки ветками которые остались от обрезки деревьев и кустарников или же отработанными цветочными стеблями так они будут задерживать снег на грядке а можно сделать еще лучше и сразу же после того как утоптали снег в приствольном круге этот участок земли полить водой и тогда получится ледяная корочка которая в дальнейшем и защитит деревья от мышей вдобавок если пройтись вдоль забора и ногами уплотнит снег то это тоже затруднит проникновение на участок тех же мышей и зайцев которые сейчас в эти голодные дни как раз таки ищут себе еду а если же вы еще не побелили деревья в зиму то это можно сделать и в декабре если только температура воздуха еще плюсовая эта процедура защитит дерево от вредителей которые устроились в коре на зимовку а также от повреждения самой коры как раз таки которые бывают из-за температурных перепадов ранней весной также не забудьте обвязать стволы молодых деревьев это можно сделать даже синтетической сеткой из-под овощей и именно она защитит кору от солнечных ожогов и от тех же грызунов но если в вашей местности сейчас наоборот выпало очень много снега особенно если он мокрый и идет уже несколько дней подряд скапливаясь на ветках деревьев то это может спровоцировать их поломку поэтому после сильных снегопадов стряхните снег и тем самым вы предотвратите проблему но а если же на коре уже появились раны или же задиры и при этом морозы стоят еще небольшие хотя бы градусов до 10 то будет лучше отпилить эти надлобленные ветки зачистить раны и замазать их садовым варом да и вообще каждый раз в течение всей зимы когда вы только приезжаете на дачу всегда внимательно осматривайте деревья ведь сейчас среди голых ветвей очень удобно разглядеть зимние гнезда вредителей а если же вдруг вы заметили кладки яиц шелкопряда то их даже проще вырезать секатором прямо с веточками и также если увидите обязательно снимайте с веток мумифицированные плоды ведь это есть источник болезней кстати если у вас на участке кислая почва обычно на такое плохо растут вишня и слива то в декабре можно прямо по снегу вносить известь при этом буквально недавно я рассказывала как можно определить кислотность почвы простыми и бесплатными способами поэтому чтобы облегчить поиск этого ролика ссылку на него я оставлю в описании и закреплю в комментариях к этому видео также в зимние месяцы не теряем времени и собираем органические удобрения к примеру ту же яичную скорлупу луковую чесночную шелуху картофельной очистки или же шкурки бананов а так как сейчас предстоят новогодние праздники то как раз будет мандариновый бум поэтому можно высушить их корки и наконец продолжаем следить за состоянием хранимых клубни луковиц к примеру гладиолусов при этом контролируем температуру и не допускаем ее превышение выше семи градусов это также касается и хранения картофеля корнеплодов и консервированных овощей в погребах и подвалах то есть периодически проверяем температуру и влажность в помещении ну а так как зима еще только начинается то за это время нам нужно хорошенечко отдохнуть начитаться умных книжек закупить необходимый садовый инструмент к новому удачному сезону и самое главное это соскучиться по огороду спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайся на наш канал и и и и и